Новые бездоказательные заявления от президента Майи Санду. В понедельник утром глава государства созвала Высший Совет Безопасности для обсуждения проблемы политической коррупции и мер по борьбе с ней. Санду подчеркнула, что преступные группировки атаковали демократию Республики Молдова во время президентских выборов и референдума, но и на этот раз не называла имен и не привела доказательств своих утверждений. Санду сообщила, что в четверг пригласит партии для консультации по поводу более эффективной борьбы с политической коррупцией. Мы видели, как преступные группировки пытались подменить волю граждан Республики Молдова путем подкупа голосов, пытались повлиять на важные решения для Республики Молдова и ее граждан. Мы обсуждали с ответственными учреждениями, особенно с учреждениями, представляющими правосудие, тот факт, что эта преступная группировка занимается политической коррупцией уже не первый день. По меньшей мере 10 лет мы наблюдаем различные формы политической коррупции, начиная от незаконного финансирования партий, незаконного финансирования избирательных компаний. А в последние годы мы наблюдаем и попытки подкупа голосов. Президент Майя Санду также заявила, что до сих пор она не видела твердых и достаточных действий со стороны судебных органов по наказанию незаконных деяний, связанных с подкупом голосов. Глава государства потребовала изменений в прокуратуре по борьбе с коррупцией. По ее мнению, эта структура проиграла борьбу с большой коррупцией. В прокуратуре антикоррупции оперативно отреагировали на это заявление. В своем пресс-релизе они пожаловались на острую нехватку кадров, в том числе прокуроров, но в то же время приветствовали посыл о стимулировании процесса и деятельности антикоррупционной прокуратуры. В сообщении напомнили, что после законодательных изменений, внесенных в марте этого года, расследование случаев коррупции на выборах больше не входит в компетенцию антикоррупционной прокуратуры. При этом правительству рекомендуют учесть опыт прокуратуры в расследовании подобных случаев и борьбе с этим феноменом. Пятый канал обратился в прокуратуру по борьбе с коррупцией, чтобы выяснить, собирается ли в отставку глава этого учреждения Вероника Драголин после критики Майи Санду. В пресс-службе ответ на этот вопрос не дали, отметив, что реакции на брифинг президента являются выпущенными пресс-релиз.